Марукян, Баку готовит провокацию на границе с Арменией и Азербайджан готовит очередную провокацию на границе с Арменией. Об этом заявил посол по особым поручениям Эдмон Марукян, оставив соответствующую публикацию в Facebook, по его словам, все чаще звучащие в последнее время из Баку обвинения в обстрелах с армянской стороны, вписываются в логику этой подготовительной работы. На прошлой неделе, напомнил Марукян, Министерство обороны Азербайджана почти каждый день распространяло подобные лживые заявления. Многие спрашивают, почему Азербайджан столь организованно и последовательно распространяет дезинформацию. Мы все знаем, что когда Азербайджан планирует очередную приграничную провокацию, то пытается предварительно придать ей информационную легитимность, — пишет политик. По его мнению, все международные акторы, которые заинтересованы в мирных переговорах между Ереваном и Баку и урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта, должны внимательно следить за обстановкой. И понимать, что азербайджанская сторона в очередной раз начала процесс подготовки к провокации. Марукян убежден, что адресная реакция может ее предотвратить. После брюссельской встречи 31 августа бакинские СМИ ежедневно распространяют дезинформации об обстрелах с армянской стороны. Сегодня бакинский министр обороны уже созвал совещание в связи с обстрелами Кельбаджирского и Лачинского районов и приказал быть готовыми к немедленному реагированию на возможные провокации против азербайджанских подразделений. Хотя дезинформации Баку касаются восточных рубежей Армении, информационная атака Баку может быть подготовкой к провокациям на другом направлении, в частности на юге. О вероятности эскалации Никол Пашинян заявил на встрече с Путиным во Владивостоке, где он также сказал, что Армения не намерена никому предоставлять коридоры и готова открыть дороги лишь под собственной юрисдикцией. Такая позиция не была одобрена российской стороной, хотя Пашинян девять раз поблагодарил Путина за все, что он делает для Армении. В беседе с Кавказским узлом бакинские эксперты заявили, что заявления Пашиняна являются словесной эквилибристикой, чтобы завуалировать неизбежный процесс открытия Зангизурского коридора и оправдать. Открытие коридора экзистенциальной угрозой для Армении. Если Армения будет уклоняться, Азербайджан может взять под полный контроль Лачинский коридор, установив таможенный пункт на границе с Арменией, говорят в Баку. Турецкий министр иностранных дел Чавушаглу вновь заявил, что дипломатия в случае с Карабахом не сработала, у Баку закончилось терпение, и он решил конфликт. Это заявление проецируется и на сегодняшнюю ситуацию и выглядит как отмашка Баку, если нельзя решить вопрос Зангизурского коридора, дипломатии, то можно сделать это силой.